Особой категории населения – особые условия труда. В Лабытанге действует мера поддержки граждан с ограниченными возможностями здоровья. С начала года было трудоустроено 36 особых граждан. Некоммерческие общественные организации взяли под свое крыло 15 человек из этой категории. Благие намерения НКО поддержал глава региона. На реализацию трех проектов было выделено 4,5 миллиона рублей. Эти деньги направлены на выплату заработной платы работникам с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее расскажет Светлана Кель. В городском приюте Котопес жизнь кипит. Мохнатые обитатели требуют к себе повышенного внимания. Алла Ващенко и Анастасия Тупикина – сотрудницы Центра помощи бездомным животным. Рабочий день буквально расписан по минутам. В их заботе нуждается больше сотни хвостатых подопечных. Я по образованию ветеринар. И моя основная задача – оказать первую помощь. Сделать перевязку, поставить уколы, капельницу, дать таблетку. И еще помогаю в уборке мест содержания животных. Анастасия лечит животных как волонтер. А вот порядок в их клетках наводит уже за заработную плату. Для особой сотрудницы в Центре созданы особые условия. Во-первых, неполный рабочий день. Во-вторых, общение только с кошками. Из-за проблем со слухом девушке противопоказан громкий шум. А значит и работа в собачьем отделении. Полдня почти с котами проходит. До часу дня. Там Настя убирается, кормит их, поет. А мы здесь, на кухне. На кухне Алла Ващенко старшая. В ее обязанности входит приготовление каши для собак. А их в приюте 90. Похлебкой кормят лишь щенков и псов с проблемными желудками. Доставка еды по вольерам не входит в обязанности повара. Но все же Алла не упускает возможности пообщаться с лохматыми антидепрессантами. Особые рабочие места в питомнике появились благодаря конкурсу проектов регионального департамента занятости населения. Фонд оплаты труда субсидируется из окружной казны. По этому же принципу набрана команда Центра бесплатной юридической помощи. Кватируемые места созданы для пяти сотрудниц с ограниченными возможностями здоровья. В нашу организацию обращается большое количество людей с вопросами, с консультациями. Я одна не справлялась. Мне понадобилась помощь. Я поэтому обратилась в Центр занятости. И наши организации предложили поучаствовать в проекте на получение субсидий. Размер субсидий – полтора миллиона рублей. 80% – заработная плата. Оставшиеся средства потрачены на создание рабочих мест, обучение и повышение квалификации специалистов. Вера Рябченко – работник кадровый. За ее плечами 36 лет в бюджетной сфере. Я работала до этого у ЖКХ. У нас реорганизация там была, слияние двух учреждений. И я ушла под сокращение, так как нахожусь на пенсии. Ну вот, когда полгода дома посидела, мне предложили эту работу. В Лабытнанге в этом году направление на трудоустройство получили 36 особых работников. Для 15 из них временные рабочие места создали три общественные некоммерческие организации. В декабре трудовые отношения будут расторгнуты. НКО планирует вновь заявиться на конкурс и заручиться финансовой поддержкой для создания очередной партии особых рабочих мест. Светлана Кель, Николай Снегир, Эдуард Захаров. Программа «Время местное».